В Магадане в ледовом комплексе «Колымский» стартовал 10-й сезон всероссийских соревнований по хоккею «Ночная лига». В борьбе примут участие 6 команд, представляющих область. Команда-победитель не только получит кубок за первое место, но и пройдет в финал, где будет соперничать с победителями из других городов России. «Ночная хоккейная лига» создана в 2011 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и прославленных хоккеистов с целью развития и популяризации массового любительского хоккея, пропаганды здорового образа жизни и создания условий для организации спортивного досуга населения. Первая игра сезона в Магадане началась с приветствия под звуки гимна России. По этим матчам мы открываем отборочный этап, 10-й отборочный этап ночной хоккейной лиги. Игры будут проходить вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье. В субботу будут две игры. По регламенту соревнований не более 30% зрителей может появляться на трибунах. На льду схлестнулись команды «Армада» и «Ветеран». Уже 20 лет в составе команды «Армада» играет глава областного центра Юрий Гришан. Мэр поделился с вечерним Магаданом подробностями прохождения игр в сложный период пандемии. У нас шесть команд в этом году. Это соответствует условиям соревнований. Сильнейший поедет в Сочи, как всегда, на фестиваль. В том году он был пропущен в силу ограничительных мероприятий. В этом году сильнейшая команда поедет играть в Сочи. Успехи были разные. Самый высокий результат – это восьмое место. Я думаю, что все тренировались в пандемию и сегодня покажут хорошие результаты. Поболеть за участников пришли любители хоккея и юные хоккеисты. На холодной трибуне горячо болеют за мужчин, также и жены игроков. Шла напряженная игра. Армада до последнего тайма вела счет с существенным преимуществом. Ближе к концу третьего тайма соперники практически сравняли счет. По итогу с отрывом в одну очко победила команда Армада со счетом 4-3.